Не дремлют даже во время пандемии. В последнее время правоохранители зафиксировали несколько преступлений по факту мошенничества с банковскими картами. Злоумышленники связываются с потенциальными жертвами по телефону. При этом у людей высвечивается номер банка. Под предлогом предупреждения мошеннических операций преступники просят полный номер банковской карты, инициалы владельца и другие данные. Получив доступ к счетам, они делают переводы или выполняют онлайн-платежи. Новая мошенническая схема состоит в том, что незнакомцы звонят владельцам карт с номеров, которые почти один в один напоминают номера телефонов реальных банков. Люди, думая, что им действительно звонят из банка, выдают мошенникам все данные карточек, в том числе секретный код. На прошлой неделе Центр по борьбе с информационными преступлениями зарегистрировали более 200 подобных жалоб. Общий ущерб превысил миллион леев. Специалисты говорят, что утечка персональных данных произошла еще в марте в одном из крупных интернет-магазинов, который торгует китайской продукцией. Из-за того, что во время звонка на экране телефона высвечивается номер реального банка, поймать таких преступников практически невозможно, как и вычислить их. Жертвой мошенников стала и жительница Кишинева Анна Бричан. Меня спросили, переводила ли я 4000 леев на другой счет. Я ответила нет. После этого меня спросили, не потеряла ли я карту. Мне назвали три последние цифры. Я проверила. Карточка была при мне. Представитель банка, где обслуживается Анна, подтверждает, что последнюю неделю число подобных афер увеличилось. В связи с этим финансовое учреждение регулярно рассылает клиентам электронные сообщения и письма с предупреждениями. Я хочу призвать всех граждан. Никогда и никому не предоставляйте персональные данные с банковских карточек. И неважно, каким образом у вас их просят – по телефону или в социальных сетях. И еще. Операторы банков не звонят и не просят подобного рода информацию. Это обман. В подобных ситуациях немедленно стоит звонить в банк, а затем в полицию. За мошенничество с банковскими картами законодательство предусматривает до 15 лет тюрьмы.